Лунный свет крадет у тьмы владенья, Безмятежно развилась ночная тень. Завтра утром будет время Сделать всё, что не успеет. Привет, ребята! Сегодня мы вместе со Славиной Кундук и Мирославой Трайновской узнаем, что же такое мозаика и где она применяется. Уже интересно? Тогда начинаем! Посмотри, кто-то на мусорил. Давай соберем это всё в коробочку и выбросим. Давай. Так-так-так, нечего ещё выбрасывать. Девчонки, привет! Привет, Алина! Кто вы тут собрались выбрасывать? Вот мы не поймём, что это за такие кусочки картона. Они такие мелкие, что нельзя из них ничего сделать. А я вам подскажу, что можно сделать из этих кусочков. Мозаику. Знаете, что такое мозаика? Да. Из чего она делается? Это такие рисунки, которые... Изображения, да. Изображения, которые делаются из картона, из бумаги, из пластика. Да, из керамической плитки, например. Или ещё из разноцветных камней. Видели когда-нибудь мозаику? Да. Посмотрите, ребята, раньше делали мозаику из таких вот глиняных палочек, которые выглядели как фигура конуса. Девчонки, а вы знаете, как выглядит конус? Конус, ну... Может быть, на ёлочку похож? Да, да. Да, похож. А на морковку ещё похож. На морковку, да, действительно. Вот так вот складывали в виде ромбиков, всяких треугольничков, квадратиков. Кручки. И, да, кружочков. Да, и получались вот такие вот рисуночки. Какие-то простые узоры. Да, действительно. Потом появились античные мозаики из гальки. На них изображались люди, животные и другие интересные картинки. Как вы думаете, становились ли сложнее рисунки, изображения? Да. А что же потом изображалось тогда? Может быть, растения, ведь их сложно изобразить. С развитием мозаичного искусства становилась мозаика более утончённой. Использовались маленькие-маленькие камушки, а вот фон уже становился золотым. А из бисера делали мозаику, я видела. Да, действительно, потом появились мозаики из бисера. Ими украшали и мебель, и бутылки, и всякие интересные украшения. Кстати, девчонки, я предлагаю смастерить ёлочку. Давай. И красить её мозаикой. Именно вот этими кусочками. Видите, как они нам пригодились? Да. Так, нам понадобится обычный листочек. Ребята, присоединяйтесь к нам. Обычный белый листочек. Мы его сворачиваем. Конус. Вот так. Конус. Вот он наш конус. Да. Дальше мы его заклеим. Кто мне поможет? Я. Я. Давайте клеить застаем. Так, так, так. Какой большой. Большой, да. Действительно. Так, проходимся. Хорошенько клеим. О, как. Так, Мирослав, иди помоги. Так, так, так. Чуть-чуть ниже давайте. Вот тут пройдёмся. Так. И заворачиваем. Вот так. И у нас... Как шубаску. Только наша ёлочка так не будет стоять. Что же делать? Надо подрезать. Подрезать немножечко. Да. Берём ножнички. Давайте я вам помогу, да? А вы уже будете приклеивать мозаику. Так. Так, обрезаем ненужное. Стоит. А, кстати, можно для театра взять эту ёлку. Точно. Сейчас мы её разукрасим, и потом она может пригодиться в театре, например. Так, девчонки, посмотрите, мы как будем украшать нашу ёлочку. Просто берём наш клей. И... Я бы сделала... Проходим. Можно ещё меньше чистить. Шарики. Шарики, да. Можно сделать шарики. А вот эти вот полосочки можно сделать вот так вот вдоль. Посмотрите. Приклеить вот так. Закрыть вот этот. Можно делать как фонарики, так и светятся на ёлке. Давай. Так. Давайте закроем вот этот вот наш шовчик, можно сказать. Пройдись тут хорошенько клеем. Давай. Можно сначала проходиться по кусочкам, а потом их просто заклеивать. Мой шарик готов. Шарик готов. Сейчас этот шарик приклеим. Так. Вот, кстати, такая мозаика из бисера. Посмотрите, кто это тут у нас. Дракон. Дракон. Красивый дракон, да? Да, страшно. Страшно. Мне кажется, очень красивый. Может быть, он даже добрый. Не знаете? Девчонки, а где еще можно встретить мозаику? В играх. В играх, да. А что украшает мозаика? Дома. Дома, да. А дворцы украшают? Да. Девчонки, посмотрите. Да, действительно, дворцы украшают мозаикой. Например, на Востоке. Такой вот существует дворец шикинских ханов. Посмотрите. Нравится вам? Ну, нравится, Елена. Очень интересно. А вот в России, девчонки, мозаика не получила такого широкого распространения, потому что была дорогой. А вот в Киеве, в Украине, мы можем встретить в Софийском соборе. Посмотрите, девчонки. Красиво, интересно. Девчонки, а вы когда-нибудь были в Киеве? Нет. Нет. А что это за город? Это столица Украины. Там находится вот такой Софийский собор. Поэтому замечательный повод поехать туда и посмотреть, как изображена там мозаика. Ну что, ваша елочка готова? Ой, почти. Посмотрите, вот еще таких можно сделать елочек. Нравится вам? Угу. Так, покажите, что получается. О, что-то наша елочка уснула. Так, посмотрите, ребята, как ярко. Интересно у нас получилось. Я надеюсь, вы делали вместе с нами. Поэтому присылайте свои поделки к нам. Либо по почте, либо на электронный адрес. Мы обязательно всем их покажем. Кстати, девчонки, не обязательно украшать елочку картоном. Можно взять цветную бумагу. А еще можно заглянуть в яркий журнал и выразить оттуда какие-то красивые картинки. Или в газету. Запомнили? Да. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ